Добрый вечер, дорогие телезрители! Как всегда, в четверг в 18.15 в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И мы продолжаем соло-цикл, это когда стоит задача максимально качественно передать мнение и мысли одного из нас по какому-либо вопросу, который интересует каждого из нас. Я вот что хочу сказать, очень хорошо иметь хороших соседей, с которыми можно не только пары, тройка слов перекинуться через забор, с которым можно погонять футбол и так далее, но которые, оказывается, не оказываются, они есть, доктора наук, большие авторитеты в области охраны природы, биологии и прочего. Рад представить сегодняшнего гостя, доктор биологических наук, куча регалий на самом деле, институтом криолитозоны и так далее, но зовут его Михаил Михайлович Росов. Один из представителей экологического движения, с которым я согласен вот так сесть за стол, а так все равно, как говорится, и поговорить о тех вещах, которые волнуют всех экологов на самом деле. Михаил, первый вопрос так вот складывается. Почему вот сейчас экология многим воспринимается как некого рода чуть ли не экстремистская организация, ну, экологи приравнены чуть ли не к экстремистам. Например, Грета Тунберг, которая выходит на очень большие трибуны, понятен, но это, она же экстремистка по сути-то. По сути, по сути, экстремистка подростковый максимализм, все дела, и требует от старшего поколения сейчас же остановить выброс углекислого газа в атмосферу. Это и дышать перестать, что ли? Нет, выбросы углекислого газа, это, конечно, не перестать дышать, но вообще, наверное, в целом, надо сказать, что такой юношеский максимализм, он должен быть в обществе. То есть, есть поколения разные, но вот, если взять классическая литература, отцы и дети, это же та же самая проблема, но, по сути, проблема антропогенного воздействия человека на природу, она же постепенно появлялась. То есть, все равно, надо сказать, что наша цивилизация, начиная с того, что она была очень сильно зависима от природы, ну, в каменном веке, например, в средней продолжительной жизни, там, по подсчетам, не больше 20 лет. То есть, соответственно, и сейчас уже, уже где человек больше влияет, и он может оказать такое воздействие, что уже, ну, уже глобальные проблемы могут происходить. Ну, наверное, мы прекрасно знаем многие философы, естествоиспытатели Вернадского, который говорил о сфере разума, но сфера, что биосфера наша, она уже скоро должна преобразоваться, перейти в сферу, где человек должен управлять ею. То есть, возможно, мы потихонечку ощущаем это воздействие. Антропогенная нагрузка у нас становится больше нормы. Причем, наша республика в этом плане может считаться, возможно, один из таких мест, которых еще не совсем затронуло это дело. То есть, если кто-нибудь вот знает более детально где-нибудь экологически напряженных регионах нашей, нашей России поехать, то там достаточно специфический, даже воздухом дышать. Есть такое дело. Манчуринский. Ну, да. Мичуринский. Да. В этом плане, ну, даже вот Уфа, моя, одна из таких родных почти городов, где я аспирантуру, докторантуру проходил. Там в отдельных регионах проезжая, там вообще очень тяжело даже дышать, там чувствуется запах воздуха, то есть специфический. Ну, есть еще, конечно, такие города. У нас в этом плане еще более-менее. То есть, мы гордимся, что у нас много нетронуных мест, и есть места, в которых вообще человек, наверное, там побывал. Только, наверное, только, может, гидезисты там чуть-чуть ходили, карты сделали, и все. А так, по сути, только дикие животные и растения. Ну, все это связано с отсутствием дорог, но поскольку у нас дороги становятся год от года лучше и лучше, да, нередко, что придорожная территория, она, вот как вы говорите, антропогенное воздействие, да. В первую очередь, пластик и упаковочные материалы, которые присущи человеческой цивилизации в текущий момент. И медведи выходят на дорогу. Они уже перестают пугаться тех запахов, которые, возможно, лет 10 назад они воспринимали как вещи невозможные вообще в этом мире. Согласны с этим? Ну, еще надо сказать, что иногда... Тигр вот недавно вышел. Да, еще медведи, они там получают еще некий определенный корум, поэтому это тоже довольно опасно. И люди, которые пытаются прикармливать диких животных, это они подвергают и себя опасности, и не только себе, но и себя, и следующих. Поэтому вот сейчас появляется очень много таких видео, в которых, конечно, мы видим, что неправильное отношение, опять же, человека к природе, она тоже является большой проблемой. И нужно понимать, что это другой мир. И мы со своими законами, уси-пуси, давайте побросим что-то, мы нарушаем. Мы нарушаем их законы, и, конечно, это не есть правильная наша позиция. Мне очень многие говорят, даже в общественной палате города я состою в комитете по ЖКХ и строительству. Говорят, ну вот ты же специализируешься на мусорном вопросе и так далее. Мы же сегодня собрались поговорить за мусор, да, Михаил? За мусор. Вот мусор, давай все-таки аспекты его разделим. Мусорное обращение с отходами, лучше так говорить, да, это отдельный очень большой пласт. Я хотел бы все-таки обратиться, концентрировать на одном вопросе. Это на раздельном сборе. Причем вроде бы, вроде мусор, но это то, что до мусора, когда мы перемешиваем разные виды фракций мусора, создаем единый пакет, его можно назвать мусором. До этого это раздельный сбор. Ну правильно. И вот этот раздельный сбор во всем мире уже давно поняли. И начали его сортировать и использовать. Вторичное. Одно время, помнится, в 90-е там были даже вторичные обороты, вторичная биржа, что-то такое мелькало. А потом постепенно как-то это все угасло, и сейчас больше как бы о раздельном мусоре даже не говорят. Вот даже в нацпроектах, связанные с отходами, там уже нету достаточных средств на раздельный сбор. И вот общество, сейчас если в Инстаграм зайти, набрать раздельный сбор, ну там Якутск, там всякие, очень много групп, которые начинают активно пропагандировать. Во многом связано с тем, что не уделяется достаточно, видимо, внимания этому. То есть, когда общество говорит, да ладно, а пойдет, ну как обычно, то надо сказать, что мы еще живем советскими вещами. Критериями. Критериями. Потому что в Советском Союзе в основном были авоськи, пакетов одноразовых таких упаковочных не было, пластиковых не было. В результате все носили бутылки под лимонадом, и их сдавали, Дима, помнишь, да? Денежки получали даже. И вертолеты при этом покупали. Да, да. Из разрядов. И, соответственно, это все было тогда. Ну, это как-то по прививке шло. А потом стали уже новые материалы, которые в том числе разложить уже очень тяжело. И рост вот таких территорий, которые нужно было для складирования. А мы что делали? Мы просто собирали в одну кучу и захоранивали. То есть, это вот увеличенный объем, вот точно мусора, уже мы все больше и больше хоронили. И сейчас подсчитали, что площадь примерно свалок нашей страны, это примерно площадь Швейцарии. И каждый год мы увеличиваем эту площадь гораздо больше. И главное, на это затрачиваются из бюджета Российской Федерации миллионные средства. Миллиардные. Миллиардные. То есть, мы оплачиваем дважды. Сначала в прибавочную стоимость, там все заложено. Потом закладываем опять же из бюджета на утилизацию того, что мы попробовали. И когда стали смотреть, то обнаружилось, что есть страны, которые уже на этом умело понимают экологически такую задачу и утилизируют. И доходят до 60%, но некоторые страны заявляют почти чуть ли не под 90%. И даже просят мусор, чтобы им использовать. То есть, Швеция нуждается, чтобы к ним приехали мусор, чтобы они загрузили свои заводы. Китай активно брал много от Америки мусора, чтобы это сделать. В последнее время он отказался. И теперь у американцев проблемы. Где же перерабатывать? То есть, это все стоит денег. И где-то эта бизнес-модель работает. Я отлично понимаю активистов, но вроде Греты Тунберг, тоже преснопамятные, не к ночи будет помянуто. Когда говорят, бутылки из-под лимонада, кока-колы и так далее, баночки в ней. Там же написано прямо, сделано из переработанного алюминия, к примеру. То есть, ладно, страны, которые могут себе позволить это. Но почему у нас в Якутии, в которой даже просто элементарную свалку по правилам, по уму сделать, это проблема большая. Большая проблема. У нас возникают активисты, которые очень на таком экстремистском тоне, очень ультимативно, с сединой покрытых старцев, топая ногами, требуют. Вот вы, нехороший человек, потому что вы не радеете за раздельный сбор мусора. Я понимаю, что в Инстаграме это тренд, ребята, да? Но зачем вот это проецировать, я извиняюсь, пардон, на таких вот винтажных газогенераторов, как сегодня в Фейсбуке-то выглядели. А, так даже? Да. Я к тому, что вот молодое поколение, которое тренд, я очень хорошо, положительно оцениваю их воздействие на сознание масс. На своих подписчиков, кого угодно. Во всем мире это тренд. Бумажные пакеты, крафтовые, как они называют, да? Раздельный сбор, батареечки, крышечки туда собрали и так далее. Правильно. Но зачем все вот эти очень хорошие вещи дискредитировать вот таким вот подходом? Очень экстремистским. Когда мне 20-летняя девочка, сидя напротив, говорит, вы обязаны... Насчет прав и обязанностей чуть потом. Вы обязаны соблюдать правильно раздельного сбора. И что? Ну, в Якутске вот этот раздельный сбор осуществим, потом куда вывезем-то? Да. Вот это вещь, которой как раз я и хотел бы обратить внимание, что если в Российской Федерации сейчас уже задача поставлена, ну, наверное, ты... На уровне послания президента, да? Да, да. Мусорный вопрос один из вариантов. 60%. 60%. Представляешь? 60%. У нас сейчас доли процентов, наверное, по стране. Ну, что-то там есть. Я знаю, в Казани перешли. Я общался с коллегами по партийным проектам «Единая Россия». Там «Чистая страна» есть такой проект. Они рассказывают, что с 1 мая они перешли на раздельник. Сейчас у них опыт уже накапливается. Но у них плечо транспортное до заводов, которые перерабатывают, очень маленькое. И расходы на это, и они даже оплачивают управляющим компаниям за то, что они собирают. У них сетки стоят, там все нормально. Ну, понятно, что это болезнь роста, болезнь максимализма. В Якутии надо объективно признать проблему. У нас вот это транспортное плечо очень большое. У нас еще посмотрели по Сибири, по Дальний Восток, практически мест, куда увезти картон, металл, пластик, фактически нет. Нужно везти в Перем, батарейки в Челябинскую область. Это огромное расстояние, которое километраж по ЖД стоит денег. Причем интересная ситуация. Тарифы так закладываются, к нам тарифы такие, что практически туда-обратно закладываются. Обратно вывозить очень тяжело. Мы прервемся буквально на одну минуту, и сразу после мы разговариваем с доктором биологических наук, с членом общественной палаты при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики, Михаилом Чаросовым. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Один из нас». Один из нас сегодня доктор биологических наук, член общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Республики, Михаил Чаросов. И мы, резюмируя первую часть, мы остановились на том, что определенная аудитория, которая, кстати, обладает достаточно большим административным ресурсом, подход молодого поколения, которое несет знамя раздельного сбора мусора, не совсем понятен. Они выступают очень, скажем так, ультимативно, экстремистски даже, по-молодежному и так далее. Слегка случается ситуация отцы и дети, когда вроде бы взрослые не усматривают вот этот глобальный тренд молодежи, который просто требует, в данном случае требует раздельного сбора мусора. Раздельный сбор мусора. Мы остановились на том, что в случае с Якутском это большая транспортная нагрузка, прежде всего. Я знаю удачные примеры, когда Петров же, по-моему, который в Мархе сидит, он берет фракции картона, бумаги, отвозит в Благовещенск, фурами отвозит в Благовещенск. Ну, в принципе, есть определенный успешный опыт. Вернемся к моменту. Вот у нас наиболее уязвимая зона – это арктическая зона. Это все-таки по поводу вот отсюда. Арктическая зона, она, если что-то там соберет, привезет в Якутск. И все равно точка основная отсюда. Здесь и транспортная логистика и так далее. Вот тот же Петров Евгений Николаевич, уважаемый человек, который этим занимается, из этого имеет определенный бизнес, и причем при этом как раз транспортное плечо не позволяет ему расшириться. Он не будет брать больше, потому что и так то, что он делает, это его своеобразный предел. Кредитные ресурсы ему будут давать по те же проценты, что всем остальным. То есть каких-то преимуществ, поблажек, каких-то из фондов поддержки у нас ему не будет. А если были бы? А если были бы, ему было бы лучше. И может быть он бы расширил бы этот бизнес. И не только он, но и другие. Потому что видов переработки у нас сейчас постепенно становится больше. Сейчас я уже посмотрел последние сведения. До 10 позиций уже у нас в Якутске принимают. Перечислить? Ну, картон, различные виды пластика, они делятся. Потом, конечно, опасные эти лампы, батарейки, все это принимается. Потом у нас вот то, что уже хорошо, и надо это поддерживать, у нас начали пластик принимать. Из него делают тротуарную плитку, стали принимать бумагу, из нее делают эковату и другие вещи. Это уже первые маленькие-маленькие такие ростки. Зачатки. Зачатки. И они появились благодаря тому, что вот это движение, которое молодежь и сделала, оно провело всего лишь три акции. Эти акции надо делать, ну, хотя бы уже квартально. Потому что они, во-первых, и воспитывают, и что-то мы туда делаем, и в школу эксперименты пошли. Конечно, если эти акции пойдут, их просто завалят. А вот вывозить, это большая проблема. На мой взгляд, сначала надо организовать спрос, чтобы это все уходило и было выгодно. А потом поднять народ. Самое ужасное, наверное, если будет так, мы поднимем народ, проведем просветительскую беседу, поставим везде все, что необходимо, а вывозить никуда. Это будет просто затаривание. Тот же Петров, он не будет брать больше, чем он может. Сейчас он, правда, сообщает, что это транспортное плечо в виде того, что европейские предприятия по переработке понимают, что нужно поближе пойти к потребителю, уже будут появляться в Хабаровске, в Сибири. Ближе транспортное плечо чуть уменьшится. Уже хорошо. Но я думаю, что необходимо, конечно, решить вопрос на нормативном уровне по снижению процентов кредитных ставок для таких предприятий. Это необходимость. Если мы будем этот бизнес развивать, а он не такой бизнес, который прямо там люди будут... Цветет и пахнет. Да, он, наоборот, пахнет больше, чем цветет. Пахнет дурно. Да, да. Поэтому и тогда, наоборот, пойдет и будет экологический социальный эффект. А мы его, честно говоря, в процентах не оцениваем. У нас сейчас свалки будут быстрее переполняться. Вот та свалка, которая сейчас еще до сих пор функционирует, горит, и мы ругаемся, она все-таки заполняла советских времен, и до сих пор она еще не заполнена. То есть мы тогда меньшими темпами заполняли. Сейчас темпы, говорят, ускорились. И поэтому каждый раз будет за 900, за миллиард мы будем новые точки строить. Это вечная проблема. Поэтому, конечно, нужно бизнес этот поддерживать и стимулировать. Потому что в реальности без этого не обойтись. Сам пока не зашел в этот бизнес, да? Нет, зачем? Зачем? Мы должны создавать политику, идеологию, и чтобы уже государственные органы этим занимались. В реальности они этим уже занимаются. Последовательно существуют планы, схемы. Но государство не должно шарахаться. Раз, быстро решили, быстро собрались. Надо изучить несколько предложений, вариантов. Есть, на мой взгляд, уже люди, которые у нас в правительстве этим занимаются и знают. Я с ними знаком, неплохие ребята, думающие постепенно. Вот то, что ты говорил про Арктику. Наоборот, вот с Арктики, на мой взгляд, может пойти хороший пример. Население небольшое. Это главы. Оно сознательное. Сознательное. Главы сознательные. Одно время говорили, там нету средств, люди платить не будут. Я побеседовал с директором ГОП ЖКХ Чикачевым, Виталием. И что я узнал? Я был немножко в шоке. 75% людей аккуратно оплачивают вот этот сбор, который каждый из нас платит. Для интереса, сколько, думаешь, у нас в Якутске оплачивают процентов? 25-30 примерно. Да. То есть северяне в три раза сознательнее, чем мы. Вот я, например, оплачиваю. Ты оплачиваешь? Ну, конечно. Ну, вот. Соответственно, нас каждый пятый, каждый четвертый. Там поголовное. Потому что там, оказывается, единая у них контора, которая собирает. Ну, ГОП ЖКХ все знают. Им доверяют. Еще самое основное, они начали контейнеры ставить. У нас тут все старые почти контейнеры, да? Мы же смотрим практически. Ну, новые-то в перифериях. А там они ставят. Более 500 контейнеров они уже поставили. Соответственно, но что у них? Они будут их пока на своих филиалах там собирать. Потом будут прессовать. Они взяли 4 пресс-хладчика. Плюс они в двух населенных пунктах, они уже ввели, в трех, извиняюсь, уже раздельный сбор. Как в Казани. Те же самые сетчатые контейнеры. То есть Чакурдах равно Казань, да? Да. Представляешь? На северах это сделали уже. Там уже стоит начало. Пускай их мало населения. Молдель-то одна. Казанская, якутская, чакурдацкая. Люди-то одинаковые. Мы же одинаково оплачиваем, одинаково требуем. И главное, вот Тикси, я понял, у них там есть такая же техника, как у нас бегает. Плюс у них есть чуть ли не пересортировка. И они потом все это упаковывают, прессуют. И знаешь что? Вот они везут туда много-много материала. В горючку, то есть обратно порожняком едут, да, обычно? Ну, что-то везут с собой там по пути. Теперь будут возить этот прессованный мусор. Потому что так и так расходы-то идут. И вот Виталий, соответственно, они уже это все прямо концепцию мне нарисовали. Я вижу, что, оказывается, молодежь, а Виталий все-таки молодой, думает. И не надо их сильно гардиковать, потому что есть очень разумные. Виталий при всем вооружении, ну да, формально-то он может считать, что он смело его. Да, 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 он относительно нас, того и молодой. Нас, того и моложе. Но я к чему? Понятно, ГУБ же какая-то арктический оператор. Оператор. Арктический оператор. Самый сложный участок. И так, и, при этом, да, еще он фактически городообразующий, скажем так, предприятие. Ну, ЖКХ, да. Ну, почти, чуть ли не. Они держат, да. Это же, извиняюсь, работник ЖКХ, это центральная фигура, пищевая фигура в любом северном поселении. Ну, 13 арктических, а они взяли. Тепло кто обеспечивает? ГУБ ЖКХ. И оплачивает. И доверяет им? Ну, соответственно. Ну, доверяет, потому что вот одни из нас там работают, сосед и так далее. Они какой-либо такой эмпирический, скажем так, мусорный оператор, да, который вроде бы есть, но люди не видят вот сиюминутного эффекта от его работы. Ну, да, уже с иконцей кассетей, конечно, там такая была ситуация, и директор как бы приезжий оказался, и так далее. Но там особая история, я вообще не хочу пока обсуждать, потому что там еще есть чем поработать. А вот там реально, в Арктике, я думаю, вот это неплохой пример. Это удачный опыт. Удачный опыт, удачные люди, это уже один из нас. Я думаю, у них все получится, потому что в контейнеры увеличивается, потом там люди сознательные, сортирух они носят. И еще у них что, органику практически они не бросают, потому что у них есть там собаки, там домашнее хозяйство, все используется. И, ну, есть неблагоустроенное жилье, там есть печки, они там сжигают. В принципе, это не запрещается. Технологии новых, они появляются, я думаю, в России появятся. Очень скоро вот этот бизнес, который технологически он появится. Но у нас вот транспортная составляющая, это одна из проблем, которые, конечно, надо решать на государственном уровне. Я думаю, что пакет предложений, наверное, уже после того, как это президент страны сказал, наверное, он будет появляться. Потому что раздельный сбор, если по стране выходит на 60%, и если мы не вытянем этот процент, а я думаю, мы его не вытянем. То есть где-то должны делать больше 60%. То есть, может быть, мы, конечно, маленький объем даем, но все равно стремиться к этому надо. Но все равно, учитывая, раз вы сторонник раздельного сбора, учитывая то, что у нас гигантская, скажем так, транспортная составляющая, разрыв между центральными регионами и Якутия, он огромный, то, наверное, все-таки коррективы какие-то к этим процентам, которые должны дать цифры по раздельному сбору, они будут коррелироваться в зависимости от транспортной доступности, от наличия моста того же и так далее. Почему нет? А введут ли? Я в последнее время замечаю, что те документы, которые делаются в федеральном центре, они одинаково тиражируются. Специфику они чаще всего не раскладывают. На той региональной власти, чтобы требовать корреляции? Правильно. Мы должны ставить задачу, объяснять. Но всегда ли слушают люди, которые живут в Садовом кольце, и за пределом Садовом кольце, из метро, не всегда и выходят в этом плане. Но, конечно, работать надо, потому что специфику надо учитывать во всех аспектах. Нет, с этой точки зрения, еще раз, вот как биолог, вот давайте мы представим эффект, вот одну пальчиковую батарейку взяли, она отработала, мы ее из пульта вытащили, выкинули, в лес, скажем так, да? Ну или даже просто... Что она, какую опасность она несет? Вот все же говорят, это опасно для природы и так далее. А давайте конкретизируем, что может сделать одна батарейка для огромного леса. Ну, в принципе, элементы, которые составляют, они когда разлагаются, где-то метров на 20 квадратных, они загрязняют. Просто есть понятие предельной, допустимой, концентрации. В одном месте она чересчур, потом она все равно разбрасывается. Это элементы нежелательные для окружающей среды. Они там присутствуют. Плюс через эту территорию постоянно проходит что-то водное. Влага, дождь, это все движется дальше. Соответственно, она может куда-то попадать. Вот пример такой классический. Даже не батареек, а из 60-х, 70-х годов прошлого века. А мы все-таки, те факты есть. Вот был гербицид. ДДТ. Михаил, стоп. ДДТ. Давайте 10 секунд, буквально 5 секунд, и мы сразу вернемся. И вот этот дурной пример одной батарейки или гербицида, что там Михаил предложит, разжуем для всех телезрителей нашего канала. Перерыв прямо сейчас. Продолжаем программу «Один из нас». И сегодня один из нас – это доктор биологических наук, один из руководителей экологического движения в нашей республике, член общественного совета при Министерстве экологии Михаил Чаросов. И мы остановились в конце второго блока буквально на том, что Михаил своим уверенным лекторским тоном начал очень детально обрисовывать, какой вред может нанести одна батарейка, которая может… вернее, выкинута не в том месте, да? Одна пальчиковая батарейка. Да. Ну или там не батарейка, а все что угодно. Не градусник же, скажем так. Принцип, наверное, один тут. Ну да, принцип одинаковый, что вещества, которые находятся в тех устройствах, которые создают человечество, оно как бы для провода нежелательно. И их даже нахождение в окружающей среде, попадание – это уже в своеображение для природы яд, да? Но то, что они батарейка от какого-то 20 метров квадратных захватывают, потом идет объем воды через нее, это уже факты известные, можно найти. Я просто хочу привести пример, который в свое время, в 60-70 годы, он немножко потряс весь мир, потому что, ну, все считали, что вот гербициды, которые мы используем для борьбы с насекомыми, с растениями, там сорняками различными, они, ну вот, работают локально. Оказалось, что по системе их стали обнаруживать в мышцах и в крови животных морских, которые плавают в океане. Каким образом они туда попали? Да, очень просто. Все связано со всем, все через воду, в реки, попадает в океан, и все эти элементы, они накапливаются. В мышцах поменьше, в печени побольше, так, это в крови, еще сколько-то. И все это накапливается и в конце концов приводит. Сейчас тоже много кадров показывают, где буквально морские животные с пакетами там, испорченными, это все неразлагаемая вещь. А элементы, они накапливаются. А потом, смотрите, есть и есть у животных морских, одни, что они есть и у других. И человечество понял, что оно же потребляет продукты, и они, получается, экологически грязные. И это все попадает к нам. Это уже здоровье. Тогда уже полностью был запрет определенные виды гербицитов, и эта химия стала более экологически и специфически. Похожая ситуация будет и по мусору. У нас вот все будет расширение всех процессов. Если это не остановить, не сделать запрет на то, что было модно, в свое время это запустили, теперь мы обратно должны откатиться. Постепенно сократить производство, даже выпросить, превратить производство одноразовых стаканчиков, пакетов, перейти на бумажные, то, что все-таки быстрее разлагается. Это необходимая вещь. Просто возвращаясь к экстремистской молодежи, она хочет слишком быстро делать. Да, ученые говорят, вот так удобно для этого, тут удобно для этого. Бумажные пакеты удобны для такой задачи, полиэтиленовые нужны для этих задач. Соответственно, несколько мнений, и выбирая свое время, выбрали, возможно, неправильный путь. Отказаться от него нужно, опять же, постепенно. Это же большое производство. Уже своеобразная экономика стала. Молодежь требует быстро. Вот сегодня мы такие, завтра должны быть все. И если кто-то говорит, а как это сделать, уже враг. Ну, что-то остается. Мы же любим такую фразу, что с вами сделать? Понять и простить? Понять и простить молодежи, это понятно. Но плохо иметь, скажем так, вернее, они считают нас врагами. Нет, я думаю, что это, конечно, эмоциональный всплеск. На самом деле, те акции, которые они проводят, и то, что происходит, это неплохие вещи, и они не должны считать нас и людьми, которые не хотят. Тебя-то нет. Нет, почему? А вот другие, которые не хотят их слушать, и их в том тоне, которым они предлагают разговор? Ну, на самом деле, максимализм, они тоже сами поймут, что надо встроиться, но двигать. То есть, есть люди, которые говорят, а вообще ничего не надо. Вот это самое опасное. То есть, мы не должны быть такими, которые говорят, да, ребята, вы вообще говорите не то, мягко выражаясь, значит, пургу гоните. Этого не должно быть. Но мы должны понимать, и они должны понимать, что мы имеем одну цель, по сути-то, и к ней идем. Просто кто-то хочет разными путями. Насчет запретов. Помнишь, как всех научили пристегиваться? То есть, ввели штрафы, скажем так, рублей по 500. Вот. И через полтора года, ну, 60% водителей начали пристегиваться осознанно, да, а не увидев жезл, да? Да. Я к тому, что иные страны, вот Таиланд, Китай, они вводят гигантские запреты на использование пластика. Потому что они имеют непосредственно выход к океану, и, соответственно, весь вот этот пластик сгружается в океан, да? Остается приветствовать только их. Ну, вот крафтовых вещей-то хватит ли на замещение того объема пластика, который требует молодежь? Я думаю, бизнес быстро отреагирует. Замена одного на другое. Но это же вырубка лесов. Почему? Иногда очень масса вторичных ресурсов можно использовать. На клубе. Да, в том числе. И еще плюс у нас и опилки, например, еще до сих пор недостаточно перерабатываются. Ну, и на самом деле, все-таки, значит, древесина – это же возобновляемый продукт. Отличие многих от вещей. Ну, пластика вообще кимия сплошная, но металл – вещь, которая стоит денег. Поэтому я думаю, что это вполне можно выйти. И просто культура. Ну, по поводу замены одноразовых пакетов на многоразовые – это, наверное, нормальное явление. У меня, например, очень много одноразовых пакетов из разных городов, стран, покупают сумочки, таскают в Санкт-Петербург и еще другие города. Вот это, эко-сумки – это, да, он лет 10, по-моему, тому назад начался вот этот. Да, это полезное что-то. И, в принципе, сейчас бабули сворачивают вот эти, ну, им внуки и дети дают вещи вот эти, текстильные пакеты, ну, в сумке. В магазине разворачивают прямо, кладут туда, как старые добрые советские времена. Есть такое, да? У меня воськи. Да. Как биолог, как эколог, да, вот вы сказали, очень много сжигается. А как вы относитесь к приемам высокотермальной утилизации, скажем так, отхода? Ну, лучше сказать, сейчас уже термин появился – энергетическая утилизация. Это уже нормативный акт, уже он создан, но она должна приводить к использованию тепла для коммунальных служб. В принципе, это… Один из выходов. Один из выходов. Даже вот рассматривают, что так называемый PDF, ну, вид топлива есть такой. То есть, состоит из ряда составляющих, и это топливо можно использовать даже в котельных. Но это специальная такая технология производства. Особенно активно в Германии это все дело было создано, целое циклическое производство. Я думаю, у нас это когда-то появится. Это тоже относится к одной из форм утилизации, то есть, близко к переработке. Но чисто мусорожигание, которое выбросами связано, оно у нас уже запрещено. Запрещено, вообще у нас даже запрещено захоранивать на полигонах не отсортированный мусор. Это законодательно? Законодательно. Законодательно. Но реально, мы как делаем, так и все продолжаем. Администрирование этих законов – это вещь отдельная. Отдельная. Ну, она зависит, конечно, от обстановки и той ситуации, которая в каждом регионе есть. Нет. Вот на северах, например, волей-неволей они что-то сжигают. Ну, в печках. Ну, разве проконтролируют, что он взял бумагу, сжег или газеты сжег и так далее. Ну, они же дали тепло. Вот я считаю, в Арктике это своеобразная утилизационная, энергетическая утилизация происходит. Нет, я-то имею в виду не обычные печки, а обычное в горении, да, а высокотемпературные. То есть, фактически это автоген, который питается мусором, да. В принципе, моделей промышленность предлагает достаточно большое количество. И это, я считаю, выход для небольших поселений, таких как тот же Чакурдак и так далее. Вот как раз для северных территорий вот такие две установки сейчас приобретены. Одна, между прочим, приобретена у нас здесь в Жатае. Стоит, да. Нет, ее уже купили и она уже пойдет, уже в работу. Слово «коптит» применительно к ней невозможно применить, потому что там что-то выходит, пары и горячий воздух. Ну да, там нормально все уже сделали. Это уже соответствующие, сертифицированные, как у нас сейчас любят говорить, установки, которые мы уже должны активно внедрять. Но они все пока в процессе пилотных испытаний. Чем быстрее наша промышленность в России перейдет на вот такие установки, тем лучше. В принципе, в каждом. Но они должны в дальнейшем все-таки использоваться для подачи тепла. Не в пустую работать. Да, не в пустую работать, да. На самом деле, очень хорошая тема для беседы, поскольку двое представителей среднего поколения, они разговаривают о вещах, которые должны жить в сознании каждого, вне зависимости от возраста. Или это наши родители, которым уже за 70, или это наши дети, которым 20 лет. Внуки пойдут уже скоро, которым будет от силы. Все они должны уже нести капельку вот этого сознания, что крышечки-то можно отдельно, стеклышко можно отдельно, а вот этот пластик, который, ну там, бутылочка и так далее, можно отдельно. И для каждого из них свое место. И каждый из них будет перерабатываться отдельно и по технологии, которые присущи только этому материалу. Согласись с этим. Да, и ответственно есть. Гигантский вклад таких ребят, как Сергей Петров, руководитель Планеты Электро, гигантский вклад таких ребят, как Евгений Николаевич Петров, молодых ребят, Ирина Тажа Матвеева и так далее, девушка была с короткой стрижкой еще, которая... Ирина Бугаева. Да, Бугаева. Еще раз, их клад очень и очень значительный. Дело перемена сознания. Это не манипулирование, это перемена сознания. Эко-сумка хорошо, раздельный сбор хорошо и так далее. Просто у меня огромное пожелание ко всей этой очень креативной, талантливой, энергичной молодежи, но разговор не только с административными органами, но и вообще со старшим поколением вести чуть-чуть послабее. Отказ некоторых представителей нашего поколения от прямого диалога с ними во многом обуславливается той тональностью, которую они определяют. И вам, как одному из их старших учителей, одному из их знамен, можно сказать, надо передать вот эту мысль вот этим зачинателям, молодым зачинателям экологического движения, и все у нас будет в республике человек, как говорится. Спасибо, что вы приняли мое приглашение, и мы в целом поговорили про основные принципы раздельного сбора, и они, осуществимы или нет, привели даже положительный пример, который уже работает у нас в республике. И еще раз, мы не один раз еще будем возвращаться к этой очень и очень злободневной теме. Все-таки президент сказал, увидимся.